Ребят, в ближайшую субботу, 21 октября, я устраиваю встречу с подписчиками в центре Москвы, возле Кремля. Это будет студия с мастер-классом по созданию интерьерных мишек. Осталось всего несколько мест. Все подробности и контакты в моем воскресном посте в телеграм-канале. Всем огромный привет! Ну что, мы подъезжаем с вами к салону. Значит, что там интересного макияж будет делать просто человек-оркестр, потому что при онлайн-записи огромное количество ее специализаций, в частности, косметолог, визажист, бровист, массажист, корректор фигуры и еще там что-то. Ну, в общем, штук 5 точно. И очень интересно, насколько профессионально выполняет работа человек в каждой из этих областей, потому что такое сочетание, прямо скажем, встречается нечасто. Еще из интересного, что у меня тут же попросили референд заранее и свою фотографию. Я говорю, ой, к чему эти сложности? На месте выберем фотку-макияж, потому что, если бы я, конечно, в ультимативной форме, да, приходила, что вот так и так, мне только это. Но так как я выбираю совместно с визажистом, то есть я открываю каталоги, листаю просто тонны фоток, и она говорит, в конце концов, да, на что она согласна. Поэтому выбирать заранее без нее я смысла не вижу. Ну и потом, когда я написала, что я тут в пробочке стою, уже подъезжаю, мне говорит, не волнуйтесь, мы вас ждем, не торопитесь. Я такая, думаю, не к добру. В общем, есть сомнения, что, может быть, меня уже заранее узнали, но посмотрим. От вас было бы круто, если включили БВП-чик, поставили пальчик вверх и налили себе что-то вкусненькое. Здравствуйте. Здрасте. Меня, Татьяна зовут? Очень приятно. Я к вам записывалась? У вас там прям массажист, косметолог, корректор фигуры, бровист, еще кто-то. Может, можно музыку потише? Есть такая опция? Спасибо. Чай, кофе будет еще? Давайте, чай можно. Ну что, какие предпочтения? Так, а давайте ваши цвета посмотрю. Спасибо. Я вчера покрасилась. Такой вариант есть. Давайте тогда вместе выберем фотку. Я только увлажняющий крем нанесла, и все. Хорошо. У вас прям полный набор перчатки, маска. Со мной поприятнее, да, и вам поприятнее, что мы руками трогаем лицо. Я использую как палитра. Все кремовые там, та же тоналка, и все, они любят тепло. Кто-то на коже с кожи делает, мне это не нравится. Ну, я все обрезгливая как бы. Когда на перчатке, рука еще сильнее нагревается. Такой прям хорошо получается. Вот слишком пойдемте к лицу. Очищать будем? Нет, очищать мы уже не будем. Мы немножко пенсируем пашь на веках, чтобы у меня не скатывалось. Лицо. Лицо, если вы крем наносили, и вы в нем уверены, все, он нормальный. Пло должно все хорошо мать. До того, чтобы скрипело, все не надо очищать, да? Зачем? Мы же не в косметологии. Мы, наоборот, увлажняем, чтобы у нас не было потом шелушения. Вы снимаете? На себя, да. Как он вижу? Все равно попадаю. Не, я же на себя направила, так что вы с другой стороны. А можно какие-то продукты буду себя фиксировать? Да. Вот это корейский, по-моему, да, мне кажется? Да, корейский. Это тоже корейский. Корейский? Министерство клиника. А вот этот коллаген похож? Да, коллаген, чтобы более плотный был. Это более легкий, но он хорошо увлажняет. Этот тоже более плотный, но он дает такой прям оттеночек хороший. Светленький, розовенький, темненький какой? Он не будет отличаться от кожи. Самое главное, чтобы, ну, вот здесь вот отличия не было. Голова и голос, да. Ну да, я, кстати, встречаю даже иногда на улицах, что вот так вот прям. Особенно если он еще, видимо, со временем чуть-чуть потемнел и как будто отдельно. Или еще бывает делают корректором скулы и делают нижнюю часть. Получится или мужское лицо, или квадратное. Это микс, это у нас база. Праймер, да? Не для ногтей? Выглядит как баночка для ногтей. Нет. Алоэ Вера увлажним дополнительно на всякий случай, чтобы исключить все шелушения. То есть вот если я нанесла дома свой любимый крем, нам снимать его не нужно, да? Просто сверху дополнительно запечатать. Ну он не жирный. Если жирный было бы сильно, да, мне бы пришлось немножко подснимать. Но я не вижу такой жирности. Смыслов этом нету. Так, вот это вот, собственно, который мне идеально по цвету, да, подходит? Сейчас еще сверху немножко другого добавила. Вы прям на ходу вот наносите, если чуть отличается, а вы второй слой. Ну вот он как бы к шее ближе. Сейчас чуть темнее клиник взяла. 21 тонн, он тоже чуть-чуть тяжелее, вот так скажем, чтобы этот желтый оттенок, а этот бежевый. Чтобы можно идти в натуральный цвет, потому что у нас не совсем теплые цвета. Ну где-то на меня столовая ложка, наверное, да, уходит? Меньше. Спонжик влажный. Это для того, чтобы хорошо тоналка разносилась. То есть не потому, что он там после кого-то сейчас стиран или что-то, а там многие спрашивают. Он говорит, только закончили? Я говорю, да нет. Когда влажный, он не набирает на себя тональный крем, столько. Мы прям вот так вдавливаем, да? Вот такими, да. А давно макияжем вы занимаетесь? В шестнадцатом выучилась, как-то у меня там заминка была, потом я отучилась на пластического гримера, поэтому халавейн у меня скоро... Пластический гример это кто? Это уродует людей. Кровишка, пуля в груди, во лбу, где надо все сделать. Медсестричку с пулей делали. Эффектно получается. Интересно. Ну да, выровнялась. Выровнялась. Как яичко. Лен, можно я вот так, чтобы я не к стулу привязывала? Хочется, к стулу привязала. Думаю, сейчас я... Это такие специальные одноразовые пакеты, да? Ну, пеньюарчики, да. Конфета Чиорио. У меня единственная ассоциация с сетью парикмахерских в Москве. Чиорио, вы не слышали? Слышала. Такое, знаете, не самое приятное воспоминание, надо сказать. Как-то у вас уже жалко. Чувствую ваши волосы. Обычно все клиенты просто молчат, люди, маем, говорят, нужно находиться в парикмахерстве. Дерите волосы. Ай, очень больно. Нет, все хорошо. Больно, говорю. Я не поделаю еще. Неприятных ощущений нету, это консилер. Это от синяков. Да. Он тоже в цвет кожи, да, примерно? Да, я стараюсь вот здесь уже в цвет попасть. Так, у вас ни на что нет аллергии? Такое контролируемое нету. Ну, чтобы вот... На грязь есть. Не считается. Это не считается. Ну, покрасенеть могу, но потом проходит. Не знаю, из-за чего. Если вы кушать хотите, мы можем орешки еще дать вам. Нет, спасибо. Мы борща уже не дали. Звучало, как подкол. Пробой? Да. У нас даже Ольга Тумайкина приходила, мы ее тоже предлагали. А кто это Ольга Тумайкина? Актриса. Актриса? Рядом с кандидатом. Что-то подколом, что ли? Простите. Ну, типа, вот такая обжора. Может, у кого что болит, например. Просто мне часто говорят, что много ем, поэтому... Это про меня. Я обжора. Типа, мысль, откуда вы знали, что ела перед походом. А это стрелка будет там. Конечно, не хватает подставки под ноги, потому что они висят. И получается, ляжки передавливают. Просто... Давайте, знаете, что у нас тут подставки для ног. А вот очень важен. Ура! Красивенько стрелочь. Только вот форму, может, будем тоже хорошо сверять. У меня просто было такое, что, например, там глаз вытянутый, а мы кругленькие сделали. Вот если там вытянутый, чтобы он тоже у нас получился. Если обратили внимание, у нее стоят на кличке вот эти. Когда, если бы это вот так, ну, вы же понимаете, вы посмотрите сейчас тоже. Это уже другой глаз. Более хищный становится. А, растянутый. Давайте сейчас еще попробуем. Мы стрелку доведем. Но сначала мне надо вот эту нарисовать стрелку, потому что подравнивать еще тоже уйдет место. Чтобы сразу широко не делать. Мы делаем сейчас подложку для дальнейшего нанесения теней, чтобы полуцвет плотнее. То есть оно должно, как бы, вот так вот, глазик больше внизу делать, да? Неверная работа, да? Да, вот сейчас, да, хвостик соединить. До куда примерно решили это все рисовать хозяйство? Как вот, понимаете? Фотографию, если нет, ну, вот на фотографию, как нужно потом сверять, чтобы особенности фотографии не повлияли на результат. То есть девушка же другая. Как вы это перекладываете, проецируете на меня? Ну, я смотрю от формы глаза, смотрю возможности, да, которые можно отсюда, отсюда воспроизвести. Во-первых, здесь липучки, во-вторых, она смотрит вот так. Вот так. То есть вот это все исходство макияжа обеспечивает, да? Ну, я думаю, что да. Сейчас сделаем тушевочку, и она будет похожа. То есть я сильно хвост сейчас не выводила, это тушевкой выводится. Вот сейчас только базу делаю. А если она вот так прямо сядет, может быть, по-другому, если даже с нее... Как у меня, может, да? Ну, может. Вы часто яркие делаете макияжа, нет? Да, часто. Да, они еще голограмма, да, как вот, а с подложкой. Это классно, давайте. Что это за порядка с наш боксом? Это с наш боксом. И начинают цвет наносить. Да, чуть ниже глаза. А сколько у вас вечерний макияж стоит, напомните? Четыре, по-моему, да. А реснички отдельно? Нет. Входят? Да. Ну, как, может, вечерний макияж быть без ресничек? Ну, кто-то, может, не хочет. Ну, почему все хотят? Ну, как? Я в ЦАМЗА. Интересно, актрисы приходят к вам из театра. Ну, вот, Ольга Тумайкина была, потом... Елена. Кухня кудрявая. А, я просто телик не смотрю, к сожалению, и не поклонится кинематографу, прямо скажем. Под Каминской? Под Каминской. Угу. И там же вход лавандовый наш идет. Лаванда вход чуть-чуть с розовинкой, а мы сейчас вернемся назад к лаванде, ну, чтобы такой немножко перекликалась с вашими волосами. Мне кажется, на самом деле, будет красиво. Ну, да. Более блестящими или лучше прилипнут? Они лучше прилипнут и более растянутся, чтобы не пальцем не лезутся, все-таки, да. Нет такого, что один немножко выше, а другой ниже. Какой ниже, какой выше? Ну, как бы-то, мне кажется, вот этот вот так вот и выше, а этот более вот так. Я дотяну. Давайте сейчас мы сделаем воск. Коронный номер с липкими блестками. Или вам белее хочется? А как на входке давайте? Там сделано, во-первых, это гель для бровей, ну, мокрый эффект. А думаете, это такой мокрый эффект с гелем для бровей делать? Вообще, да. Но есть специальные средства еще, которые так делают, но я их не беру почему-то, потому что они вот как-то бум прошел вот на них. Помните, как-то макияжи были с мокрым эффектом? Вот эти уже ближе. Да, они как будто и выбеливают, да? Да, да, да. А это что за красота? Это колокол. Вот такой, да? Вот он. Так, теперь вернемся к тому, о чем мы говорили. В стрелку возгновили. Да. Вот у нас нет такого, что у нас вот так вот, как будто бы немножко вверх вот эта штучка, а там она больше вот такая. Вот это? Да, она как будто в сторону смотрит, а я если прямо смотрю, она как будто... Правильно у нее, потому что еще тушевка, которую мы сейчас идем, видите, она еще сюда хвостик выводит. А, еще у нас к виску будет? У нее, да. И у нас еще к виску будет. Хорошо, да, тогда это вытянет, да? И вот здесь мы еще подправляем немножечко. Мы ее продлили в эту сторону тушевкой, потому что сюда идти четкой границы нельзя. Это же еще не край, еще потом вот здесь вот будет самый такой светлый оттенок. А у нее там так активно прямо вот такое черное снизу? Не активно, да. Не активно? У нее как будто прямо легче, а из-за того, что у нас такое черное, не утяжеляется вот так вот? Можем справить. А делали зачем так? Не знаю. Хотелось как лучше, да. Просто, наверное, референс не как жесткую картинку воспринимаете, да, а просто как направление. Предложение, да. Но я стараюсь придерживаться при всей возможности. Просто по памяти, потому что, может, забываете. Может, тогда сделать, чтобы на телефоне не газ. Сейчас я исправлю. То есть теперь удаляем. Да. Брови достаточно, видите, широкие с одной стороны, но они не монолитные, воздушные такие, но при этом широкие. Как будто волоси. Волосинки сможем дорисовать? Ну, сейчас попытаемся. Вот саму грамульку получилось их немножко сделать. Ну, сверху мы делаем. А что такое грамульку получилось? Прям немножко подрисовали. Видите, они нарисованы. А, в смысле волоски подрисовали? Да, вот прям чуть-чуть. Чуть-чуть видно. Шире, думаете, не надо? Нет. Уродливо будет? Ну, оно будет видно. Да. А так оптимальные брови для меня, да? Оптимальный вариант. Все равно надо плюс-минус ближе к своим делать. Это гель для бровей. Также разовые щеточки. Лохматим. Немножечко. По пучкам сколько? Количество пучков. Количество пучков, которые я на себя носить могу? Да. Потому что бывает прям вот некоторые там, все, больше петли не надо, потому что тяжело глазкам. Ну, кто-то вот прям красивее. Мне вроде нормально. Единственное, чтобы клей был такой, который не для наращивания. Вы меня пугаете? Нет, конечно. Это, к сожалению, моя реальность. Да, да? Да. Ну, такое, знаете, мне клеили на клей для домашнего наращивания трех недель. За счет продвижения, что ли, конечно. Ну, они сами, видимо, не знали, да. И оно со своими. Вот этот RDL, он специально назначен, я думаю. Многие визажисты именно пользуются. Сейчас почитаем, почитаем. Визуально. Только по назначению. Держать вдали от детей. Только для внешнего использования. Содержит формальдегид. Они практически всего не содержат. Контейнс формальдегид. Содержит формальдегид. Интересно, нет клея без формальдегида? Вы знаете, вот это я, кстати, никогда не уточнила. Молодцы, они что указали. Это, конечно, очень смело. Но просто к тому, что это все-таки глаз слизистый. Это же внутрь попадает. На краю. На краю? Ну, в смысле, да. Что это прям по краю слизистая. Фолальдегид это вообще трупы обрабатывают, да? Ну, их не обрабатывают, а специально окунают. Чтобы они не разлагались. И еще? Ванны есть даже. Правда? Да. Наверное, не одна для каждого, да? Ну, потому что трупы обычно в ванну кладут. Чтобы они полностью окунулись. Угу. Тут я подумала, что, наверное, после каждого надо ванну менять. Хотя, наверное, смысла нет. Подумаю, это, наверное, негиенично если... Для кого? Для трупов? Если всех в одну. А сегодня пати, да? Это, наверное, профессиональная деформация. Вообще, я знала, формальдегид применяют еще для ботокса волос, но типа для распрямления кудрей. Да, кератин и ботокс. Мы вообще вот в салоне у нас его не делают из-за этой причины. Только на ресницы. Внизу глазки, да? Только на ресницы. Честно, не знала. Я теперь на это обращу внимание. На это любовь всех визажистов этот клей. Да вы что? Я просто к чему говорю, что сейчас у многих возникнут вопросы. Это же канцероген. Формальдегид? Да. По сути, если... Да. Вы все переживаете теперь, что у вас на ресничках? Ну да. Я просто не знала. Раньше, честно сказать, никогда просто такой надписи не встречала. Содержит формальдегид. И просто то, что это не совсем внешне. То есть тут написано только для внешнего использования. Но по сути, вот мы наносим прям по краю слизистой. Очень опасно. Ну скажем, прямое воздействие на глаз возможно. Может не будем тогда? Могу снять. Мы же нанесли, он засох, наверное, да? В смысле и можем просто здесь... Все не делаем? Да, вот тут вот продолжим, чтобы я не с одним глазом ходила. Я теперь буду обращать внимание на такую историю. Так что, вот контейнт с формальдегид. Все зипает на чему. Блин, что за пацаны? Ну да, если у вас салон даже отказался от того, чтобы на волосы, а вот куда-куда, на волосы, это как раз внутрь оно не попадет. То есть это внешняя мёртвая текстура. Это мой салон, и я против вот этой всей гадости. И честно, я не обратила внимание, только я бы в жизни её не стала бы использовать. Вот честно. Единственное объяснение, что вообще невозможно сделать другой клей, который бы растворялся без формы. Ну, мне кажется, вряд ли. Скорее всего, есть. Я обычно не оставляю родинку. Что? Ну, вот эту родинку оставляю обычно. А, да? Ну, меня не раздражает. Ну, ладно. Я могу стереть. Да не надо. Просто некоторые страны так стараются закрасить, как будто это какой-то недостаток. Я даже не в курсе. Ну, как по-разному. Ольга, простите. Да, я не предусмотрела. Некоторые, как бородавку. Давай там консилером четыре слоя. А, нет. Зато ровная шея получилась. Ну, а ты как и была? Ты же слава такая. Наконец-то с ровной шеей. Сильно не дышите. Она прям такая очень мелкая дисперсная. Я прям осторожна по максимуму. Прям налипает сама ко мне, да? Она, да. Хорошо ложится. А вы сетку сняли? Там сетка была, нет? Нет. Зачем? Это не Майкоп Форева? Да. У меня просто есть такая. И у нее еще была сверху сетка. А это не она? Вон она. Там болтается. А, растряслась она. Я туда не лезу сильно. Ясно. Просто сетка обычно основной продукты держит. Это сверху вот тоненький слой. Как раз чтобы такое не было. При этом она. Вот тут вот. Можете? Да. Вот здесь. Потому что когда блестит, там обычно место, когда потеешь, начинает блестеть. Поэтому вот даже вот так. Да. Вот так. Я вот тут вот. Да. Спасибо. Оп. Другой человек. Так. Еще остались скулы. Можно меня вот, чтоб я от вас ушла, не круглая лица? Она такая. Ну прям такая красота не получится, но вот насколько возможно. Вот здесь мы уже закончили? Ну вот на данный момент, да. А я там просто не вижу ничего. Может я дам зеркало? Может у нас когда-же посмелее? Как сейчас? Вроде хорошо. Сейчас мне кажется достаточно, иначе будет слишком. Потому что кожа такая фарфорово-беленькая. Сильно затемняет, не хотелось бы. Тогда достаточно. И губы, да, остались? Румяна? Румяна давайте. Персиковая, да? Это у Кларенс, по-моему, самое лучшее, что было. Будем верхнюю увеличивать. Чуть-чуть увеличила, если... Может и зеркало дам ступил? Не, не надо. Так просто скажу. Есть. Чуть-чуть увеличили. Где-то миллиметра на 3. Я думаю, да. На 3 миллиметра не вижу. Смотрите, у вас контур вот заканчивается. Угу. А карандаш вон видите где? Нет. Вот он, контур. Вот. Угу. Да. То есть вон он, карандаш видите где? Да. А голова где? Там и губа. Стираю. Вот. А где-то там 3 миллиметра, думаете? Ну да, но не больше. С разницей, да? Просто здесь у меня, видите, контур он немножко светлее. Да. Вы его, ну прям по контуру карандашиком проверили. Ну давайте еще, насколько вы хотите, приятно. Ну вот прям чуть выше контуры моего. А сейчас? Ну достаточно. Спасибо. 3 миллиметра, да? Где-то накинули? Ну по вашим расчетам. Ну вот сейчас на вот этой больше. Вот он где-то 3 миллиметра. Здесь уже 4 миллиметра. Ну я так не... Ну когда вы на меня смотрите, вот спокойно. Я например вижу, вот эта часть, она сейчас выше, чем эта. Просто 4 миллиметра это примерно тетрадная клетка. У неужели у меня на тетрадную клетку выше контур? 5 миллиметров. Да, у нас 4. Как два? Все нудовое. Все, чуть-чуть готово. Угу. Достаточно. Класс. Спасибо. Ну и посланная наша добрая традиция. Я в туалете и в общем не могу обойти стороной сердца этого салона. На самом деле куча приколюх, типа что я из туалетов не вылезаю, но мне кажется это реально очень показательно. Потому что это не очевидная часть процесса и сколько души вложено в туалет. Это косвенно демонстрирует заботу салона о гостях или клиентах. Ну и в общем самое главное тут есть вот крем для рук. Так, кстати, называется салончик Tabo Beauty. И здесь жидкое мыло. Есть одноразовые салфеточки. Тут дезинфектор и диффузер. Вот, собственно, самое все основное присутствие. Там по ящикам я не лазила. Но из очевидненького можно еще какие-нибудь штуки добавить. Женские. Тут, кстати, тоже неплохой свет. Можно посмотреть мой макияж в несколько другой обстановке. Больше, скажем так, рассмотреть примерно в таких условиях его не получится. Это что такое? Это орешки с супа. С собой прям можно взять. Спасибо большое. Это девочка и мальчик. Так мило. Классно, что это же в принципе полезно. Ну, орехи так точно. Да, спасибо огромное. И стоимость 4000 это у вас вечерний именно макияж, да? Да, это вечерний. Так, ну что, ребят, делаем выводы. Сегодня у нас тут за компанию Алиса тоже будет иногда появляться в кадре. Что бы я отметила? Мне очень сложно критиковать мастера, когда она такая милая. Ну, то есть даже если есть какие-то моменты, которые можно улучшить, все равно то, что она изначально себя ведет супер адекватно, доброжелательно, она в контакте с тобой, ты не остаешься каждую секунду виноватым примерно во все, то через вот эту призму даже какие-то ошибки, моменты, которые можно улучшить, они воспринимаются клиентам гораздо мягче. И салон у нас расположен в центре Москвы, там рядом театр, то есть ходят даже в него какие-то публичные люди. Я бы сказала, что он очень приятный, как ни крути, то есть он называется Табу. Изначально я думала, что название такое, оно будет как раз про запреты, там что-то такое, по лезвию ножа пройтись, но я так поняла, это аббревиатура от имени основательницы, в общем, как-то с ней связано. И весь салон, я не знаю, заметили вы это, он в целом очень-очень настроен на то, чтобы вот вам понравилось, все так уютненько, много света, вкусный чай, там вкусняшечки принесут, красивый сервиз. То есть салон прям хорошенький очень. И периодически мне казалось, что макияж он такой балансирует на грани между, который странновато выглядит, и с тем моментом, который увели в какую-то прям красивую современную историю. Потому что вот такие креативные вещи очень часто заваливаются либо в колхоз, либо макияж а-ля самодеятельность. И сделать его утонченным достаточно сложно. Но в целом, мне кажется, у мастера получилось, хотя она их делает не часто. Я с ним снимала ответы на вопросы, и многие отметили, что макияж получился классным, что он не идет. И в принципе самое сложное там это форма глаз. Так что здесь бы я ее похвалила. Из нюансов, которые вызывали противоречивые отзывы, это клей Ордель с формальдегидом. Предварительно я уже залила видео на бусте без заключения. Для того, чтобы посмотреть, какие будут комментарии. У себя в телеграм-канале тоже обсудила. И это касается содержания формальдегида в клее. Значит еще такой нюанс, что он сам клей, во всяком случае темный точно, он продается еще в бумажном основании. Там еще помимо указания, что содержит формальдегид, есть ссылка на калифорнийский закон. Это я нашла в отзывах на Озоне, что продукт содержит ингредиент, известный как вызывающий рак. И конечно звучит максимально пугающе, но в целом я потом посмотрела всякие разные статьи на эту тему. И пишут, что законы Калифорнии обезут, если у производителя хоть что-то есть из списка 800 кассичных компонентов, хоть немножко там входит, они обязаны это указывать на упаковке. И подписчики мне писали, что там даже в Калифорнии, опять же, при входе в парке могут быть таблички о том, что краска на лавочках содержит какой-то компонент из этого списка потенциально вызывающих рак. То есть вот такой подход, даже если там ничтожно малое количество. Поэтому, с одной стороны, это не показатель прям какого-то трешака. Но с другой, конечно, непонятно. Если сейчас существуют альтернативные составы без формальдегида, зачем использовать такой? Все-таки я настаиваю, что одно дело, когда это контактная история какая-то, которая не проникает в глубь, а другое дело, когда это слизистая. Там есть и пары, потому что он высыхает, это достаточно близко к носу, хотя количество небольшое. Но и оно соприкасается, он, этот клей, практически с лазом. Соответственно, какая-то часть может попасть внутрь, вы ее проморгаете. Ну, в общем, не очень приятно. И главное, неправда. Ну, типа, был бы это единственный выход создать какой-то клей, то понятно, что нет альтернатив. Но при условии, что есть варианты какие-то, и опять же, если вы пришли в магазин, вы можете выбрать между тем, который содержит, и тем, который не содержит. Мне кажется, лучше, конечно, максимально безопасный вариант. И на зоне я нашла, что у девушки там от него опухли глаза, она прям стрелками выделила. Где на упаковке она увидела, что содержит формальдегид, и вот этот закон Проб 65 калифорнийский про то, что компоненты вызывают рак. В общем, я не знаю, как это сочетается с тем, что производитель указывает какие-то характеристики. Он пишет, что клей гипоаллергенный, рекомендуется даже для чувствительных глаз. Непонятно, ну типа, блин, формальдегид вызывает рак, но он подходит всем, смотря даже чувствительным глазам. Неясно, но в целом он, в принципе, в носке был достаточно комфортный. Я нашла еще на одном сайте, представьте, где прям в комментариях к продукту девушка беременная спрашивает, можно ли этот клей использовать для беременных. И ей отвечают, что да, он типа не попадает в системный кровоток, но если запах клеевого состава вас провоцирует дискомфорт или приступ тошноты, ваше самочувствие резко ухудшится у беременной, то вам процедуру лучше прекратить. Ну, спасибо, что написали. Ну, короче, напишите, что вы думаете. Критично ли это, насколько ли критично? Видите, как все нельзя, даже вроде бы Ардели, это же американские производители. Там, насколько я знаю, все так достаточно строго с нормой, но при этом почему не использовать альтернативу более безопасную, неясно. В общем, все надо видеть и проверять, вчитываться. Во всяком случае, если это основная работа, кейс, он же не миллион продуктов. Все равно лучше, чтобы каждый со всех сторон он прям был хороший, с хорошими отзывами, с хорошим составом максимально. И просто даже вот эта надпись содержит формальдегид, даже в случае, если это все-таки относительно безопасно, да, все равно очевидно, что она напугает, скорее всего, клиента, который там вдруг это увидит. Ну, потому что это прямо, скажем, не самая приятная информация, с учетом, что этот клей тебе сейчас на глаз намазывается. Напишите, что вы думаете. Напомню, что если у вас случаются какие-то истории не очень приятные, не надо просто про них забывать. Пришлите мне их в телеграм-канал, у меня есть бот, ссылка в описании, который принимает письма, фоточки. Я у себя размещу, мы с удовольствием оценим, отметим, обсудим. Всем пойдет на пользу. Все, я вас целую, жду, как всегда, в комментариях. Огромное спасибо всем, кто поставит пальчик вверх. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок